Посмотрите это видео, поделитесь с друзьями и обязательно подпишитесь на канал. У меня, разве что, пивняк немножечко подальше от дома находится. Вырываешь из контекста, перерабатываешь в своем, интерпретируешь в своем ключе и вносишь не так, я сказал. Нечестно? Неправильно, что ли? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы берем интервью у Дмитрия Гусева. Недавно у него брала интервью Тина Канделаки, между прочим, директора государственного телеканала, если кто не знает. А теперь беру интервью я, Дмитрий Гусев, известный велоактивист, велопредприниматель, организатор велопарадов и прочих мероприятий, связанных с велосипедами в нашем городе. Разработчик схемы велодорожек, это мы его знаем как общественника. А еще он теперь кандидат в депутаты городской думы от района Сельмаш, 22 округ. Так точно, все ты прям как под... Дима, можешь добавить о себе что-нибудь? Слушай, мне кажется, и так много. Дмитрий Гусев, вижу вас. Дима Гусев, эксперт в области велосипедного движения. Живем в Ростове-на-Дону, где погода не мешает передвигаться на этом виде транспорта круглый год. Дима, привет. Можно просто. Дмитрий Гусев, вот, ростовчанин, патриот Сельмаша. Житель города Ростов-на-Дону. Причем именно на Сельмаша ты живешь, именно от своего округа выдвигаешься. Да, я здесь родился, я здесь вырос, я здесь, собственно говоря, ну, скажем, баллотируюсь я от своего родного дома. Почему ты решил становиться депутатом? Ростов, в частности, это европейский город. Мы все достаточно продвинутые здесь горожане. Мы много путешествуем, видим, как развиваются другие города. Я думаю, что мы достойны для того, чтобы у нас было здесь чисто, чтобы у нас здесь было удобно, комфортно, чтобы у нас здесь были созданы все условия как для пенсионеров, так и для детей. Ну, собственно говоря, это вот как раз то, о чем я говорю, когда я говорю о каких-то европейской модели. Если мы говорим о велоинфраструктуре условной, она не может отдельно рассматриваться без таких понятий, как городская среда, урбанизм, комфортная городская среда и так далее, общественный транспорт. Эти все вопросы должны, скажем так, в комплексе нами рассматриваться, продвигаться, улучшаться и так далее. Комфортная городская среда – это городская среда, где все в самом названии, не надо ничего выдумывать, где человеку комфортно, где он может провести время, отдохнуть, где все достаточно удобно добираться от работы домой, чисто ты можешь, не знаю, беспрепятственно попасть в любые места, которые тебе необходимы для жизнедеятельности и так далее. Ну, пока то, что вот на первый взгляд, да, там и так понятно не вооруженным глазом, ну, это, конечно же, у нас там недостаточное количество детских площадок, недостаточное количество спортивных площадок, спортивных объектов, недостаточно удобная среда там для перемещения инвалидов, то есть у нас нет, ну, что само по себе так же влечет и передвижение тех же самых там мам с колясками и так далее. То есть у нас нет съездов во многих местах, нет пандусов, съездов, нет подъемов, спусков и так далее. Это вот что касается таких вот как бы беглых. Ну, на самом деле, как бы городская среда-то этим не заканчивается, заканчивается, ну, как бы тут можно говорить там и о озеленении, которое у нас там на Сельмаше, которого там не хватает, на мой взгляд. Можно говорить и о том, ну, не только говорить, а и делать, собственно говоря. И о благоустройстве улицы. Я говорю не о плитке, я говорю о каких-то реальных благоустройствах, которые там должны проводиться, потому что если у нас есть дворы, в которые мы можем заглянуть, и мы там, ну, кроме грязи, скажем так, мы мало чего сможем там увидеть. А мы сегодня, кстати, пойдем обязательно по дворам, у кандидатов-депутатов будет встреча с избирателями. Будет, да. Вот. И мы их спросим действительно, что им хочется. Москве Собянин решил, что те пивники, которые в доме, их все в жилом доме, все посокрывать. У них в жилом доме, у них вход с той стороны. Он, допустим, если они будут оформлять, вроде бы по закону они оформляют. С тыльной стороны все. А мы? А детская площадка? То есть я как бы непосредственно, я здесь родился, я здесь живу. Мне самому просто, я это то же самое вижу, что и вы. И в принципе то же самое у меня во дворе подобные ситуации. У меня разве что пивняк немножечко подальше от дома находится. Отличие такое. А так то же самое я вижу. Ну тут вообще странно, почему они рядом с детской площадкой вообще это сделали. Потому что нельзя алкоголить, сигареты, нельзя с детской площадкой. Там второй пивняк, но там поспокойнее. А вон она в том доме старшая. Здесь собираются постоянно. А там на виду более. А здесь же как в подвале, здесь им лучше. Потому что здесь и за диетями не видно. Поломанная. Да это такое. Депутат вот как раз не должен превращаться в этот вот полнейший официоз. В частности, вот если опять вернуться к программе и так далее. Депутат это голос народа. То есть, ну как бы это вот представитель района, скажем так, да, в думе. Который решает, принимает какие-то решения, ответственность какую-то берет на себя за те или иные решения. Но при этом, при всем, это не бюрократ, не официоз. Я вот абсолютно для себя четко решу, что я не хочу ходить на встречу там с нашими соседями, да, скажем так. В какой-то рубашке там, в галстуке. Это так, настолько, мне кажется, все это нечестно. Неправильно, что ли. Потому что, ну, я на самом деле, я здесь свой. Я иду просто к соседям. Когда я иду к соседям, я не наряжаюсь. А когда ты будешь депутатом? Когда ты будешь приемы граждан проводить и все такое? Я думаю, что я стану, как бы, буду выглядеть, как и выглядел. То есть, никаких больших нововведений я в свой гардероб не собираюсь носить. У меня есть и пиджаки, и брюки, и костюмы. Но при этом, при всем, я думаю, что их использование, ну, как бы, важно тогда, когда это необходимо. Я не очень знаю, есть ли там дресс-код конкретный, там, вот, в городской думе, да. Если есть, ну, будут соблюдать, стараться. Ну, а приемы граждан и так далее, мне кажется, можно проводить в чем угодно. Главное, чтобы был результат. Вот в чем главное. Недавно, Сутины Канделаки, ты сказал, что для того, чтобы решить проблемы, вот, ну, именно велосипедистов, тебе мало быть даже министром транспорта, тебе нужно быть главнее министра транспорта, чтобы решить эти вопросы. Потому что потом я сделала заседание выездные на велосипедах, мы будем вместе двигаться на велосипедах и инспектировать его инфраструктуру в городе и в городах вообще. Ну, то есть, вы потенциально министр транспорта, я так понимаю. Ну, так, если глобально брать. Минимум. Ты прям настоящий журналист, и вырываешь из контекста, перерабатываешь в своем, интерпретируешь в своем ключе и вносишь не так, я сказал, и не совсем это имеется в виду. Тут не совсем важен там уровень, там, министр это будет, там, я буду министром, да, или там, президентом, или кем угодно. Мало кто смотрит на эти вопросы комплексно, из горожан, из чиновников и так далее. То есть, по сути, у нас постоянно латаются дыры, латаются дыры, подлатываются дыры. То есть, у нас там где-то что-то подлаталось, и вроде как ничего так получилось. А если подходить комплексно, опять же, развивать транспортную систему, развивать зеленые зоны, развивать парковые скверы, парк-скверы и так далее, увеличивать их количество, просто будет вообще эффект не доставить себя ждать. Но это инвестиция в будущее. И вопрос в том, что не просто там отрезать отсюда, покинуть сюда. Мы работаем там не над здравоохранением, в частности, а работаем над городской средой. Но городская среда влияет на здравоохранение, да, понимаешь, влияет на здоровье граждан. То есть, когда человек, ну, там, испытывает вот просто, ну, это, это может показаться не совсем понятно. Многим могут сказать там, типа, блин, чувак, о чем ты говоришь? Ну, давай быть вот прям, есть множество исследований, да, как бы влияние городской среды на человека. В психологическом плане, в плане здоровья, психосоматика и так далее. Если человек испытывает меньше стресса, он меньше болеет. Вот просто простые, простые, понятные вообще слова. Человек меньше стресс испытывает, меньше болеет, меньше необходимы нам затраты на здравоохранение людей. Чем больше он проводит времени на велосипеде, чем больше он проводит, уделяет времени своему личному здоровью, тем дольше он живет. Чем дольше он живет, тем лучше всем. Меня еще интересует, почему я вовремя не могу попасть в поликлинику. Причем здесь не в стадии коронавируса, а до коронавируса. Чтобы мне попасть, я должна встать в 5 утра, занять очередь, еще не факт, что у меня будет этот самый, как вы говорите, номерочек. И то за 2 недели. Вот я заболела, у меня была, я пошла, у меня терапевта, нет вам клору. Да, клору. Я 10 дней проболела, клору еще 2 недели, это сколько прошло дней? Месяц, самое мало. Вот и все, я уже выздоровела сама. Какой смысл? Ну у нас большие очереди, во-первых, в поликлинике, самые большие очереди. Ну, этот, убрали в аэропорту в поликлинику, только летчики. Летчики только. И все сюда. Вот, все сюда. Вот первый поселок, второго сейчас там есть, но он туда-сюда ходит. Курскому специалисту. Ну вот в эту, в нашу поликлинику, которая на Сержантово. Курскому специалисту вообще никакой дальше. Ты выдвигаешься от партии, которая называется «Новые люди». Я не знаю вообще, что это за партия, и кто они такие, и почему ты в этой партии, и вообще являешься ли ты членом партии. Ну, почему, собственно, «Новые люди»? Во-первых, потому что «Новые люди», ну, в самом названии понятно, это «Новые люди». Понятно, о них сейчас мало кто знает, партия зарегистрирована только в марте этого года. И сейчас, по сути, ее первая активность такая вообще в регионах, в частности, в Ростове-на-Дону. Я не в партии, я выдвигаюсь от партии, но в ней не являюсь членом, не состою в ней. Но при этом, при всем, те посылы, скажем так, те тезисы, те программные какие-то постулаты, которые транслируются партии, они созвучны с тем, что я вообще делал, что я делаю, да, и то, что я бы хотел делать и дальше. Мне нравится подход ко многим вопросам, да, которые там происходят в партии. Мне нравится состав вообще партии, в том плане, что у нас там вообще все молодые, все люди без какого-то политического бэкграунда. По сути, сейчас эта партия дает возможность людям без политического бэкграунда, но с какой-то активной жизненной позицией, которые что-то уже сделали для города, там, для людей, пройти выше и менять уже на более высоком уровне, да, и с каким-то более, там, полезным инструментарием менять город к лучшему. Как раз у многих людей, которые там, ну, там, были выдвинуты от партии, бэкграунд общественной деятельности все-таки есть. Я, в частности, вот, если так говорить, ну, я для себя думаю, что это, если там, с 2009 года я вообще в целом занимаюсь вот этими велосипедными историями всеми, то вот активную такую вот популяризацию, да, популяризационную деятельность я, наверное, веду года с 13-го, наверное, с 12-го, ну, то есть уже порядком. У меня сегодня внук приехал, он живет на Северном, у них в доме нету мусоропровода. Заходишь, ой, бабушка, воняет. Ну, то есть это, во-первых, сразу слышно, понимаете? Потому что забивается бесконечно, ну, просто катастрофа. Ну, а оно же во всех высотках. Не во всех. Новые высотки строят уже, простите, без мусоропровода. У меня тоже вот такие же брусоропры. И я, если вижу тараканы, меня просто клинит аж, просто. Я вызываю сразу службу, плачу 2000, чтобы не обрабатывали все, и это происходит два раза в год обработка. Они на полгода пропадают, а потом опять появляются. А потом опять появляются, ну, в общем, это стресс. У тебя ВКонтакте, у тебя есть страница, Дмитрий Владимирович, она, ну, достаточно популярная, и очень много репостов люди делают, когда ты пишешь, я иду на выборы, вот мой район, там, еще, еще. А люди же не в интернете голосуют. То есть тебя поддерживают жители города, скажем так, но не твоего округа. Я сомневаюсь, что среди них есть, ну, много своего именно округа. Я тоже. Ты же ведешь деятельность вообще в мировом масштабе. О, спасибо. Спасибо за такую высокую оценку. Да, ты прав, абсолютно, да. В отличие от парламентских партий, которые у нас сейчас, там, все знают, да, у нас, мы не парламентская партия, мы не представлены в парламенте, и, соответственно, для того, чтобы баллотироваться и, там, выдвигать кандидатов, необходим сбор подписей. Я сам ножками протопал, и чтобы собрать подписи, я тоже много чего выслушал. На самом деле... Люди не хотят подписывать? Да, люди не хотят, не только подписывать, и подписывать не хотят. И индифферентность уже, не верят никому, ругаются, сразу тебе выливают все. И про тебя говорят, какой ты уже, на самом деле, плохой человек, хотя... Ты еще ни разу не был депутатом, но ты уже плохой. Они тебя ни разу не видели даже вообще. Они там, вот, сходу тебя определили, за закрытыми дверями тебя даже не открывают, а просто говорят, куда тебе идти. Это раз. Да, вторая часть вопроса, конечно же, вот, это самая сложная сейчас, вот эта предвыборная кампания, тем более, что мы действительно новые, действительно у нас еще нет тех ресурсов, да, которыми могут обладать, там, наши коллеги из других партий и так далее. Ну, мой главный расчет, во-первых, ну, сейчас на такое, на личное общение с людьми, это первое, а я этим занимаюсь уже вот несколько недель. Второй момент, это, конечно же, такая популяризация все-таки своих идей. Ну, а ты сейчас это снимешь и выложишь на свой канал, люди узнают о моих идеях, кто-то из них будет сельмаша. И чем больше будет узнать о моих идеях, тем больше людей все-таки смогут за меня проголосовать. Поэтому посмотрите это видео, поделитесь с друзьями и обязательно подпишитесь на канал Артемия Зайцева, чтобы следить вообще за такими вот историями по городской среде, по урбанистике, ну, и, конечно, чтобы проголосовать за меня. Подписывайтесь, пожалуйста, и заходите на страничку ВКонтакте к Дмитрию Владимировичу. Кладбище, проезд, где можно проехать туда? Легко езжать. Никто не знает, какой транспорт ходит, я не еду. Почему? Хоронят там, а транспорта нету. А это все-таки 30 километров, а на такси не слишком проездишь. Да, сейчас. Ты завтра же поедешь. Это, получается, пригородный, да? Да. Маршрут 452. Ой, кошмар. Вот, теперь найди, как он ходит. 452. Связывает? Ростов и Большие Солы. Ну, а где останавливается он у нас в Ростове? Да, пригородный автозал. А, ну, пригородный автозал, получается, это вот отсюда и вы поедете. Да. Вот, видишь, там, 352. Они скоро вот сюда подъезжать будут прям. Ну, что, на этой ноте тогда мы поехали дальше. Удачи. На велосипеде. Спасибо за знакомство, за вопросы ваши. Как вы видите, Ростов нуждается в переменах. Все люди уже хотят каких-то перемен, хотят лучшей жизни. И для того, чтобы это наступило, Ростову нужны новые люди.